Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Недавнее исследование, которое заняло всего полтора года, увеличило количество известных четверообразных квазаров на 25% благодаря машинному обучению. Ранее было открыто 50 подобных объектов. Исследователи использовали данные телескопа WISE, а затем Gaia, чтобы наложить полученные данные. Затем они применили инструменты машинного обучения, чтобы определить, какие квазары были четверными, а какие попали в список по ошибке. Последующие наблюдения с помощью спектрометра изображений низкого разрешения обсерватории Кека, ЛРАЭС, а также Паламарской обсерватории, телескопа Нью Технологии Джимини Саус подтвердили, какие из объектов действительно были квазарами. Авторы изучают квазары такого типа, потому что они они могут помочь определить скорость расширения Вселенной и ответить на вопросы о темной материи. Новые четверные квазары, которые назвали, например, волчья лапа и змея дракона, помогут в будущих расчетах постоянной Хаббла. Благодаря своему расположению квазары дают астрономам возможность исследовать промежуточный диапазон Вселенной. Авторы отвечают, что они продолжат использовать и совершенствовать ей, но он не заменит людей, которые принимают решения. Читать далее, создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, ученые объяснили появление пауков, на поверхности морсоисследователи впервые погрузились к самому глубоколежащему утонувшему кораблю.